МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые студенты, мы продолжаем нашу работу. А я приглашаю на сцену доцента Института фундаментальной медицины и биологии Равили Муфазаловича Зелеева. Пожалуйста. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Тема моего доклада – «Почему у меня такие руки, ноги, уши, нос?» И там, видите, дальше многоточие. В этом многоточие можно ставить все остальное. Тема, на самом деле, очень обширная. И я едва успею только упомянуть некоторые вещи и едва-едва их проговорить. Поэтому, если будут какие-то вопросы, вы, пожалуйста, запоминайте номера слайдов. Если будут вопросы, вы потом их зададите. Пока не надо. Вот здесь, видите, первая картинка, которая здесь у вас перед вами, это так называемый «Витрувианский человек». Это работа Леонардо да Винчи, менее, может быть, известная, чем его знаменитая Джоконда, но на самом деле работа научная. Здесь человек вырисован в квадрат и в круг, и в этом заключается, в общем, достаточно глубокий смысл. Почему «Витрувианский»? В Древнем Риме когда-то жил архитектор, которого звали Витрувий, и он первый придумал такой прием, попытался с помощью пропорций человеческого тела достичь идеальных пропорций в архитектуре, считая, что действительно мир божественен, природный, и надо попытаться его таким же образом сделать искусственный мир, мир сооружений. Он померил очень много частей в человеческом теле. Например, посчитал, что у человека от границы волос до подбородка расстояние в 10 раз меньше, чем длина тела. А вот от затылка, значит, от макушки до подбородка восьмая часть тела. Вы сейчас, пожалуйста, не меряйте, потому что на самом деле это касается, во-первых, идеальных пропорций, во-вторых, взрослых людей. Вот на следующем слайде, посмотрите, пожалуйста, здесь, видите, один год, значит, 8 лет, да, 12 лет, и взрослый человек. Вот там видно, сколько частей тела, куда приходится. Но самое интересное в том, что человек сам по себе является микрокосмом, отражением каких-то внутренних частей. Вот, например, в левом верхнем углу нарисовано ухо, и рядом с ним нарисованный человеческий зародыш перевернутый. Вот, если верить в этой идее, то, соответственно, мочка уха соответствует голове, и если у вас что-то болит, то в это место можно как-то уколоть, значит, какой-то иглой прижечь нам и так далее, и у вас это место перестанет болеть. Вот такая идея, она именно оттуда происходит. Ну, у нас ребята могут, чтобы они без дела не сидели, у них руки и ноги есть, да? Поэтому, если у кого голова болит, можете уже потереть. Да, воспользуйтесь этим приемом. Взрослые могут то же самое делать. И скажете, помогло или нет. Вот, посмотрите, то же самое с глазами. Кстати, вот есть такая иридодиагностика. Посмотришь в глаза, если знаешь, и можно сказать, чем человек болеет. А вот здесь, посмотрите, стопа и кисть, на них отражены отдельные органы. И, соответственно, если у вас что-то болит, можно какую-то часть, допустим, на нее воздействовать и получить какой-то результат. Есть такая достаточно популярная уже теперь техника, так называемый суджог. Вот здесь показан и автор этой техники, хотя он ее изначально не придумал. Он ее довел до такого удобоваримого вида. И посмотрите, там как раз нарисована рука человека. Он, видите, что-то объясняет по руке. И на ней большой палец соответствует голове. Два крайних остальных пальца – это руки, здесь ноги. Ну и, соответственно, все части и то же самое на ногах. В общем-то, то же самое. И при этом посмотрите. Вот эти указательные, например, палец, он сам по себе является носителем кисти. На ней предполагается кисть. А на ней есть свои пальцы. Получается такая последовательность, как матрешки. Внутри одной части находится еще одна часть. И вот, соответственно, если вот еще нажать кнопочку там, вылезает такое слово интересное – фрактальность. Очень часто в настоящее время это слово употребляют в самых разных смыслах. Вот здесь как раз пример такого рода фрактала, когда часть напоминает целое. Вот если возьмете, допустим, дерево, его веточка напоминает все остальное дерево, потому что тоже так же ветвится. То же самое касается, например, речной системы. Отдельный приток тоже имеет свои маленькие притоки, напоминая всю реку. Вот у человека есть такая, в общем-то, тоже черта, фрактальность, и она есть у многих других объектов в мире. Давайте все-таки вернемся к основному нашему вопросу. Почему на самом деле вот именно так выглядят наши эти органы? Но прежде чем понять, собственно говоря, такие органы, как они выглядят, что значит такие, можно понимать под этим и, например, и форму, и размер, и пропорции, и количество. Ну, представьте, например, у нас количество рук и ног было бы не две, допустим, а десяток. Вот на одной ноге мы насколько можем медленнее бегать, по сравнению с двумя ногами. А попробуйте угнаться за кошкой или собакой, у которых четыре ноги. Соответственно, чем больше ног, тем, казалось бы, что быстрее можно бегать, да, хорошо. Но на самом деле почему-то мы двуногие. Непонятно почему. То есть это очень большой вопрос. Как вы думаете сами, почему вот природа нас так устроила? Как вы думаете? Так, пожалуйста, бордовый микрофон. Бордовый микрофон, пожалуйста, вот мальчик в белой рубашке. Ну, я думаю, что все из-за того, что человек приспособился к окружающему условию. То есть такие условия у нас были, да? Да, ну вот говорят, что мы произошли из-за обезьяны. А у обезьян сколько рук и ног? У них, они, некоторые передвигаются на двух, некоторые на четырех. Но вот некоторые обезьяны питаются, например, фруктами, а фрукты растут высоко, и им приходится на две лапы вставать. Ну что ж, молодец. Так, вот у нас еще есть вариант. Желтый микрофон справа. Тоже для удобства. Для удобства, да? Потому что если у нас 10, например, ног, то можно в них запутаться. Так, вот еще есть у нас вариант оранжевый микрофон. Правильная мысль. Ну, из-за того, что, ну, если по теории Дарвина, то человек произошел от обезьяны, а у обезьяны четыре ноги. Значит, у человека тоже две ноги и, ну, две руки. А как же с этими ногами будем делать? Ну, из-за того, что, ну, человеку... Ну, человек начал добывать себе пропитание. Он начал жить на деревьях, добывать себе пропитание. Это пока еще... То есть руки для чего-то понадобились, да? Да, руки ему понадобились. То есть достаточно было... Для этого он, когда привык, начал ходить на ногах и эволюционировал потом. Так, а вот рядом желтый микрофон. Мне кажется, что процесс эволюции, вот, например, безымянный палец, им мы, мне кажется, не пользовались меньше всего. Вот, и поэтому его не разогнешь, вот, чтобы прямо встал. Вот ключевое слово уже пронесено. Оранжевый микрофон, да. Рейд Муфазович, это разброс такой разных мнений. И Дарвин упоминается. Да, конечно. Мне уже, в общем-то, наверное, остается только подытожить. Пожалуйста, следующий слайд. Вот, прежде чем говорить о том, почему у нас именно такие руки и ноги, ну, давайте на примере хотя бы ног рассмотрим, да? Вот человеческая нога в левом углу. И правее, да, посмотрите, нога топира, есть такое очень интересное животное, и нога лошади. Вот, и у нас есть бедро, и у них есть бедро. У нас есть коленная чашечка, у них есть коленная чашечка. То же самое с голенью, и стопой, и пальцем, да? Только у лошади один средний палец вот этот, а у нас пять пальцев. Вот. Почему такое, вот такое сходство? Потому что мы, в общем-то, родственники. Мы все позвоночные животные. А вот, посмотрите, другой ряд рисунков внизу. У насекомых, у таракан, например, тоже есть бедро, и голень, и лапка. И даже на лапке есть коготки, напоминающие наши ногти. Но мы с ними не родственники. И здесь другое слово используется. Не гомология, которая применима к родственным формам, а аналогия, которая связана со сходством. Но внутри между собой, смотрите, лапка таракана бегательная, и лапка кузнечка прыгательная, лапка, например, плавунца плавательная или медведки роющие, а есть еще хватательные у разных там насекомых, например, у богомолов, да? Все они тоже между собой гомологичны. Вот. Еще один следующий слайд сделайте, пожалуйста. Вот. Мы все-таки находимся в университете. Я не хочу вас очень сильно заморочить, но некоторые слова просто для интереса я вам хочу здесь предложить. Внутри организма выделяют разные виды гомологии. Например, вот гомоногия, гомономия – это случай, когда органы расположены поперек тела, да? На картинке мы видим, да? Вот на картинке мы это видим, да? А гомотипия, когда друг против друга, например, да? Вот у меня такой вопрос. А назовите, пожалуйста, у себя на теле гомономные, гомодинамные и гомотипные органы. Вот попробуйте назовите. Очень сложный вопрос, но сразу же вариант ответа есть. Да, подумайте сначала. Гомотипные органы – это легкие. А чему они гомотипные? Они симметрично расположены по бокам тела. Левая легкая и правая, да? А если внутрь не залезать, а снаружи, например? Руки, ноги. Вот, конечно, смотрите, вот они. Антиподы получаются, да? Они зеркальные совершенно. Хорошо, это хороший пример. А вот гомодинамные и гомономные, кто назовет? Так, есть ответ или ты сомневаешься? Почки, правые и слева. Ну, они, по-моему, уже гомотипные тоже, да ведь? Они левые, правые, гомотипные. А вот так, чтобы они были поперек, хотя, в принципе, можно сказать, что не поперек, да, друг друга. Наверное, так. А вот, например, гомодинамные все-таки мы пока не назвали ни один гомодинамный орган. Так, пожалуйста, бордовый микрофон. Попробуйте, назовите. Я хотел назвать гомономные, это плечи. Гомономные, ну, в принципе, да. Так же, как и почки, так же, как и руки, да. И можно сказать, они гомотипные и гомономные. Ну, правильно сказать про гомономные? Вот пальцы, посмотрите, да? Они располагаются поперек. Вот пальцы, пожалуйста, хороший пример гомономности. Бордовый микрофон. А вот все-таки я не услышал про гомодинамные. Гомодинамные органы, это может быть пищевод, желудок. Да? Они действительно похожи друг на друга, пищевод и желудок. Так, вот еще есть вариант оранжевый микрофон справа здесь. Вот. Так, готовы? Пожалуйста. Глаза и блоги. Ну, я бы тоже вот не стал бы утверждать. Оранжевый микрофон слева, пожалуйста, вот слева. Это печень, желудок и кишечник. Понятно. В общем, все, что вы знаете, вы называете. Я не буду вас больше мучить. Вот простой пример, который мы с вами уже упоминали. Ноги и руки, да? У ног и рук есть похожие части. Вот передняя часть, здесь бедро, а здесь предплечье. Здесь, значит, соответственно, локоть и голень, стопа и кисть. Вот они как раз являются гомодинамными. То есть это органы вдоль продольной оси тела. Да, по продольной оси тела. Вот здесь видите еще очень интересные примеры того, как располагается симметрия у самых разных животных. Вот у, например, майского жука, у лягушки. Так же, как у нас есть такие же гомотипные органы, левые и правые. А вот у морской звезды или у снежинки, которая неживая, есть, соответственно, уже гомономные органы. Пожалуйста, следующий слайд. И вот, собственно говоря, вопрос-то в том, хотя ответы уже были получены, я услышал, как это все возникло. Почему человек такой, как Ветровий говорил, совершенный, идеальный, все пропорции у него выставлены. И вот на этот вопрос, в общем-то, люди очень давно думали по-разному. Сейчас, в отличие от предшественников, сейчас чаще называют все-таки не божественную причину, а все-таки эволюцию, слово, которое некоторые из ребят уже упомянули. Но когда мы говорим об эволюции, вот сделайте, пожалуйста, следующий слайд, надо отдавать себе отчет, что здесь мы имеем дело с гигантскими временными промежутками, в рамках которых человеческая жизнь – это буквально очень краткое мгновение. Вот посмотрите, если представить себе все время существования Земли в качестве одних суток, то где-то в районе двух-трех часов утра или ночи, как скажем, сформировались первые минералы, о которых вам Данис Карлович, помнится, рассказывал. Вот они сформировались первые сами, именно тогда. Первые самые животные, которые только-только зафиксированы, они где-то сформировались где-то между четырьмя и пятью вечера. А что касается нас с вами, вот там, видите, написано «появление гомо сапиенс», это мы, гомо сапиенс, человек разумный, на него отводится по этой шкале всего полминуты, 30 секунд. Если считать, что здесь, значит, это, соответственно, 52 примерно, 52 тысячи лет, одна секунда, где-то 150-160 тысяч лет всего человек существует как вид. Представляете, какие огромные масштабы? Поэтому, естественно, очень трудно изучать эволюцию, поскольку мы очень мало живем. И вот поэтому возникает вопрос, а как ее изучать? Следующий слайд, пожалуйста. Вот несколько вариантов здесь предложены. Первый из них – это данные палеонтологии. Казалось бы, это наука, которая изучает древних животных. Казалось бы, порылся в земле, нашел что-то такое, и вот, пожалуйста, след древнего животного. И люди так и делали. Вот смотрите, слева внизу представлен такой снимок – это череп древнего слона, карликовый слон, которого люди, жившие на острове Крит в Греции, достаточно давно находили. И посмотрите, у этого черепа большая такая дыра в самой серединке. Логично предположить, что это такое, может быть, что за дыра? Глаз, да? Глаз. Греки так и подумали. Ну, раз череп такой большой, значит, соответственно, и существо, которому это принадлежало, тоже гигантское. И отсюда возникли мифы о циклопах. Вот эти циклопы – это не что иное, как неправильная реконструкция того, что было найдено. А на самом деле эта дырка – дыхательное отверстие, откуда рос хобот у этого слона всего лишь, да? А люди вот так поняли. Сейчас под словом «циклоп» понимается совсем другое существо. Оно не такое большое, где-то, ну, миллиметр, может быть, самое большее. Вот оно нарисовано здесь, справа от этой головы циклопа. А его фотография приведена чуть выше, да? Вот у него действительно два очень маленьких глаза, которые рядом находятся и воспринимаются как один-единственный глаз. Вот поэтому циклоп название. Вот есть и другие методы. Например, сравнительный. Вот мы сравниваем, допустим, того же слона, человека, или вот как на прежних слайдах было, ногу человека, ногу топира и ногу лошади, да? И сравниваем, как у меняется количество пальцев. У нас пять пальцев, у топира три пальца, а у лошади остается только один. Есть ряд других подходов, в том числе, например, помните, Канан Дойли, наверное, читали про Шерлока Холмса, да? Это логико-дедуктивный метод. Вот он здесь тоже используется путем каких-то идей. Ну, например, популярная идея естественного отбора считает, что именно естественный отбор адаптирует нас с вами к окружающей среде. И отсюда и ищут разные формы отбора в разных случаях. Сейчас очень модные молекулярные методы с использованием нуклеиновых кислот сравнивают между собой. Тут тоже получается сравнение. То есть очень много разных вариантов изучения. Пожалуйста, следующий слайд. Но, тем не менее, вот такой фантазией, как и древние греки, отличались и другие люди. В частности, в той же Древней Греции был замечательный человек. Его считают и философом, и магом, и кудесником. И звали его Эмпидокл. И вот видите, как он предположил, возникли мы с вами в том числе. Он считал, что когда-то все наши части тела жили отдельной жизнью. Почитайте его строки, которые после него остались. Выросло много голов, затылка лишенных и шеи. Голые руки блуждали, не знавшие плечи одиноко. Очень скитались по свету без бов им ныне присущих. Ну и так далее. Прям сложно представить, страшно представить, что это такое за фантасмагория была. И вот, оказывается, по идее этого Эмпидокла, потом все это объединилось в самых разных комбинациях. И отсюда всякие монстры. Вот посмотрите, там в серединке находится за уже знакомый нам циклоп. Это неправильное сочетание разных частей. Не все собралось просто. В других случаях образовались кентавры и другие какие-то существа. Большая часть их вымерла. А вот где-то на краях земли, в центре жили, естественно, греки. Вот они могут быть встречены. И какие-то, скажем, путешественники в дальние края вдруг приходят и говорят о том, что они видели каких-то странных существ, которые являются как раз комбинацией вот этих разных вариантов. Вот. Следующий, пожалуйста, слайд. Люди, народы многих стран придумывали такого рода мифы. И вот одна наша замечательная соотечественница, зоолог известный Ольга Михайловна Иванова Казас, которая живет в Санкт-Петербурге, вот, она издала даже книжку, в которой попыталась с точки зрения современной науки, зоологии подойти к изучению вот этих мифологических существ, как вероятных форм жизни. Вот видите, некоторые из них здесь изображены. Например, многоножица, такая рыбообразная существо внизу с множественным количеством ног, да, как многоножка действительно. Или вот там гарпия, или андрогин и так далее. Дальше, пожалуйста. Вот. И вот здесь, видите, у Ольги Михайловны представлено в этой книжке мифологическое родословное. Наверху находится Посейдон, бог моря. Он, значит, некоторое время жил вместе с Медузой Гаргоной, когда она еще не была Гаргоной. Вообще, говорят честно, судя по мифам, Посейдон вел с ней не очень себя хорошо. В общем-то, только от жизни собачьей собаку бывает кусачьей, да. Медуза Гаргона обозлилась на всех после этого Посейдона. Ну, вот пока они жили вместе, у них родились некоторые дети, в числе которых, видите, и летающий конь Пегас, и ряд других существ. Вот там, например, есть такое существо, как Гирион, такое страшное существо с ногами человека, требяторсами на нем расположенными, да. Тифон, который на него тоже чем-то похож, вот, ну и так далее. Вот, давайте, следующий слайд. Вот, и вот этот самый Гирион, он оказывается чем-то похож еще на односущество, совсем не родственное, поскольку это уже потомок не Посейдона, а бога неба Урана и богини Земли Геи. Но очень похож, потому что тоже две ноги и количество туловища еще больше, да. Но здесь как раз мы можем говорить о том, что как раз пример аналогии, да. То есть, то же самое, но не родственное. Вот вам, пожалуйста, даже в мифах эти аналогии находятся. Тут приведена очень интересная история о том, что это за существа были. И боги-олимпийцы им были чрезвычайно признательны, поскольку именно благодаря им они победили в борьбе с титанами. Вот, но самое интересное с точки зрения зоологии, то, что существует очень много разных форм жизни, которые напоминают тех самых гекатонхейров. То есть, тоже имеют множество голов, вот, и, как так вот, большей части сидячие существа. Даже наши достаточно близкие родственники, будем говорить, да, асцидии есть такие морские существа, которые вот тоже так вот колониальные. У них есть очень много разных голов, которые называются зооидами, и все они составляют единое существо. И вот так же, как эти самые гекатонхейры, чтобы принять решение, они должны долго-долго думать, потому что есть общий мозг, куда должна эта вся информация стечься, да, и переработаться. Равиль Мафазалыч, то есть, то, что наши слушатели детского университета, наши студенты видят в фильмах, в анимационных фильмах, в мультфильмах, это все имеет свою аналогию в живую книгу. Конечно, конечно, это не с пустого места взято, разумеется, да. В природе очень много такого рода примеров от того, откуда режиссеры черпают свой материал. Пожалуйста, дальше. Вот, вот, хорошо вам знакомые кентавры. Наверное, мало кто знает, сколько их разных бывает, оказывается, да. Есть и обычные, есть и двуглавые, безрукие, есть и двуногие, есть и крылатые, есть даже с хвостом, с рыбьим. Видите, какое разнообразие этих кентавров. То есть, это все в разных мифах по-разному представлено. А вот на следующем слайде, посмотрите, тут представитель, так сказать, нашей славянской мифологии. Это водяной, есть еще и лешие, знаете, домовые, да. Как представляется, водяной выходит из такой же икры, как лягушки, проходит те же самые стадии. Но водяной, он мужчина, да. Соответственно, у водяного должна быть женщина, да. Пожалуйста, дальше нажмите кнопочку. А женщина, оказывается, та самая русалка. Вот, оказывается, русалка и водяной, это как самец и самка, да. Идем дальше. Пожалуйста. У других народов той же Кореи, видите, свои русалки были, не очень похожие на наших. Некоторые из них, напоминали, кальмаров, некоторые осьминогов, только ноги здесь, видите, человеческие. А в некоторых случаях лошадиные, а в некоторых случаях действительно осьминожья. То есть, фантазия очень богатая. Дальше идем. И вот зададим себе вопрос. Наши фантазии позволяют видеть странные существа, у которых много ног, имели одна нога или там сколько-то. А на самом деле, как ни странно, ноги всего две и руки тоже две. И ни у кого из позвоночных животных нет больше, чем четыре конечности. И вопрос возникает. А почему? Кто сможет сказать? Вот смотрите, змея вообще без конечностей. Вот там дальше птичка киви, у которой две ноги, да. Следующее. Ой, немножко верните назад. Дальше, видите, там нарисован, указан. Очень редкий вид ящериц, который живет в Мексике, называется айолот. У него две руки, так же как у кита, кстати, да. У кошки и у собаки четыре ноги, да. У тираннозавра две мощные ноги и две маленькие руки. У летучей мыши руки превращаются в крылья, но они есть, так же как ноги. Хотя выполняют немножко другие функции, да. То есть, вот гомологичные органы, но не может быть больше четырех почему-то. Почему, как вы думаете? А потому что, ну не нужна еще одна рука. Ну потому что, вот две руки. Ну не знаю, вот когда я, допустим, что-то делаю, мне иногда что-то поддержать не хватает еще одной руки. Почему? Мое мнение, что, вот, например, существует обьян такая паукообразная. Ее хвост есть, он пользуется как еще одна рука. А чтобы брать этот фрукты. Есть такие, в Южной Америке живут, да. Ну просто неуместно, некуда больше конечностей. Ну вот так сложилось, да, короче говоря, да. И вот тут бордовый микрофон тоже вот сюда. Ну у беспозвоночных животных больше, чем четыре конечности. Конечно. Конечности, потому что, что им нужно поддерживать свое тело, у них нету позвоночника, а у позвоночных животных позвоночник есть, и он держит. Эту тему можно развивать в плане науки? Да, 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 конечно, можно подумать на эту тему. Так создала природа. Вот. Гениальный ответ. Ну, в общем-то, согласимся с этим, да. Наверное, остановимся на этом, потому что следующий слайд как раз про то, почему так создала природа. Пожалуйста. Вот. Чтобы это понять, надо вернуться очень далеко в прошлое, миллионов на 400. Вот. В те времена, это был Дивонский период, так называемый, как раз в это время, как геологи говорят, у нас нефть в Сатарстане откладывалась в эти времена. Земля выглядела совершенно иначе, не похожа на современную. Там кусочки земли, видите, видны вокруг, да. На суше сплошные болота или горы, а в море, если идете в море, да, то будете тонуть в Илу, пока дойдете до какой-то глубокой воды. То есть все очень не похоже. И сутки были равны не нашим суткам. Вот самое интересное, жили рыбы, которых называют акантоды или шипастые акулы, у которых было семь пар плавников. Если бы они вышли на сушу, вот эти акантоды, то у них было бы количество ног больше, чем четыре. Но случилось так, что вот кто-то из вас говорил, что ну больше и не надо, да. Оказывается, для плавания в воде минимальное необходимое количество плавников всего две пары. Вполне достаточно, чтобы рулить при активном плавании. Соответственно, все остальное за ненадобностью исчезло. А вот если бы это не исчезло, то мы бы имели, как вот здесь показано наверху, четырехкрылых или больше крылых, например, птеродактилей, многоногих ящериц. Были бы и кентавры, и ангелы, и бог знает, что бы еще было. Ну вот так случилось, действительно. Выползли вот такие вот лягушкоподобные существа, которых раньше называли стегоцефалы, теперь называют лабиринтодонты, такое сложное слово. По сути дела, это предки современных лягушек. Следующий слайд. Вот здесь, видите, скелет лягушки изображен. Лягушка, на самом деле, очень похожа на нас, вернее, мы на нее похожи. У нас следовали от нее очень много примитивных черт. Вот те же самые пальцы, которые мы привыкли рассматривать, у лягушек, посмотрите, и на руках, и на ногах по пять пальцев. То есть, очень примитивный признак. Лошади в этом отношении гораздо больше продвинуты. Они успели все остальное, так же, как эти лишние конечности, убрать. У них только вот средние пальцы и ногти, на которых они остались, это копыта. Так вот, у лягушек, что как бы осталось плохим, это голова. Она такая широкая, плоская, и вот в том-то беда, что она плоская, в ней очень мало помещается мозгов. А почему это произошло? Потому что, вот когда мы дышим с вами, да, мы расширяем грудную область, ребра расширяются, благодаря диафрагме все происходит. У лягушек, к сожалению, этого нет. Дышат они путем буквально заглатывания воздуха. Чем шире пасть, тем больше воздуха мы можем заглотить. И проглатывается этот воздух уже в легкие. Вот у нее такие вот пузыри, если вы знаете, они когда квакают, да, это все связано именно с таким ротовым механизмом. Поэтому получается, что есть такой запрет на увеличение размеров черепа. Это очень неудобно для заглатывания воздуха. А вот их ближайшие потомки, рептилии или присмыкающиеся, они так же, как мы, дышим нормальным образом. И у них рот освободился от этой функции дыхательной, да, и стал выполнять функции хватательной. Для этого у них развивались челюсти. Для челюстей нужны были хорошие мышцы, чтобы кусать, откусывать, да. И, соответственно, надо было увеличить высоту черепа. Вот. Так, чтобы мышцы могли с большим рычагом это делать. Ну и, соответственно, при увеличении черепа возникло и место для мозга. Вот. Вот как оказывается связано дыхание с мозгом, понимаете. Если неправильно дышишь, то и мозгов будет маловато. Значит, надо дышать правильно. Вот. Следующий слайд. Еще у нас интересная особенность, которая отличает нас от многих животных. Это вертикальные позиции, да. Вот. Но между тем, правильно, вот некоторые из студентов уже упоминали, наши ближайшие родственники обезьяны. Они такой вертикальной позиции не обладают. Но мы имеем некоторые признаки, которые унаследовали от обезьян. Ну, в частности, так называемая бинокулярность. Или глаза у нас смотрят в одну сторону. Вот. Такое не у всех животных. Это вы можете увидеть у кошек и собак, у всех хищных животных, да. Это такое встречается у обезьян, у нас с вами. Но у травоядных, у тех же лошадей, глаза смотрят в разные стороны. Как вы думаете, почему такое? Почему у травоядных в разные стороны, а у хищников вперед? Микрофон. Чтобы сразу заметить опасность. Конечно, конечно. То есть головой вертеть некогда. Оба глаза смотрят все вокруг. А вот хищник, он смотрит в одну точку, да, и он бросается на жертву, и не надо, нельзя ему промахнуться. Вот для обезьян самая проблема, когда они жили на деревьях и живут до сих пор, когда прыгают с ветки на ветку, если он промахнется, то он упадет и разобьется. Поэтому важно бинокулярное зрение. Кроме того, то же самое касается и четырехрукости. Вот вы говорили о четырехмногости. У обезьян ног вообще нет, а у них четыре руки. И вследствие того, что они ходят по деревьям, все-таки это не наземное существование, а древесное, там очень большие изменения в биологии размножения. То есть нельзя очень много детей иметь, как у свиньи, например, целый выводок. Достаточно двух детенышей, за которыми уход становится более качественным. Но когда мы встали на ноги, у нас очень многие вещи изменились в сравнении с обезьянами. Например, вес тела стал давить на тазовую область. Поэтому таз должен быть прочным. И, соответственно, пропорции человека изменились в сравнении с обезьянами. У нас появилась шея, которую мы вращаем. Появляется талия. У обезьян ни шеи, ни талии нет, по сути дела. В таком виде, как у человека. Другой еще момент. Нарушается химическая коммуникация. Вот смотрите, обезьянка внизу нарисована. Как обычно все животные друг другом знакомятся? Подходят и нюхают друг друга. У человека знакомство выглядит совершенно иначе. Трудно представить, чтобы мы подходили и друг друга обнюхивали. Все это потому, что действительно у нас в вертикальной позиции возникает совсем другая проблема. И следующий слайд, пожалуйста. Это действительно главная проблема в связи с вертикальной позицией. Это главная беда человека. Это сердце, сердечные болезни. У нас большая часть смертей бывает именно от этого. Почему? Потому что сердце, допустим, обычных животных и сердце человека на разной высоте. И человеку нужно качать кровь с гораздо большей силой. И сердце просто изнашивается. А если к этому прибавить еще и стрессы, которые нас окружают, то понятно, особенно в городах, это становится просто бичом. Никакие болезни по своей опасности не сравнятся с болезнями сердечно-сосудистой системы. Вот как это все связано. Это плата за вертикальную позицию, за то, что мы можем пользоваться руками. Дальше идем. По поводу того, как возникла вертикальная позиция, существует очень много теорий. Некоторые из них, видите, здесь упомянуты. Они перечислены в этой замечательной книжке питерского антрополога Вишняцкого. Вот я хотя бы упомяну некоторые из них. Например, внизу упомянута брахиационная гипотеза. Что это такое? Брахиация. Здесь, видите, нарисовано несколько таких обезьянок и скелета еще обезьян, которые висят на деревьях. Вот, оказывается, наши далекие предки, по всей видимости, привыкли к вертикальной позиции еще задолго до того, как спустились на землю. Потому что они висели. Брахиация означает перемещение в пространстве прыганием с ветки на ветку. Только не ногами, а руками. Так делают, например, современные гиббоны. И у человека, в отличие от многих других животных, очень подвижен плечевой сустав. Это говорит о том, что наши предки когда-то двигались именно таким образом. Вот такая как бы связь. Очень интересна еще одна гипотеза. В соответствии с ней вертикальная позиция связана с тем, что наши далекие предки жили у воды и в поисках пищи заходили все дальше и дальше в воду. И, соответственно, чтобы у нас нос-то не замачивался, они вынуждены были вставать на задние ноги и вот таким образом сохранились. Следующий слайд. Вот в данном случае это в качестве примера мы можем назвать, замечали такую обезьяну, которая называется носач. Такой нос, напоминающий чем-то кикимору. Мы очень похожи на этого носача, хотя он, в общем-то, далекий, наш родственник, тем, что ноздри у него смотрят вниз. Это позиция удобная для нахождения в воде. Вот, поэтому у человека, так же, как и у этого носача, по всей димости, предполагается водный область жизни. И не случайно у нас, например, нет шерсти на большей части тела, да, а только в отдельных частях. Не случайно у нас подкожная клетчатка, которой обезьяны нет и много других признаков. Идем дальше. Конечно, всех обезьян около 400 видов невозможно показать, но посмотрите, какие они разные. Самые маленькие – это южноамериканские игрунки или мармазетки, которые умещаются на ладони. Вот такие маленькие обезьянки. И были когда-то гигантские гигантопитеки, которые жили в Юго-Восточной Азии, на территории Южного Китая, Индокитая и так далее. И достигали до трех метров изоты. Такой кинг-конг, на самом деле. Он был, в общем-то, как считается, не хищником, питался бамбуком, так, как современные панды, но, к сожалению, вымер. Идем дальше. А что касается наших непосредственных предков, как сейчас принято считать, корни нашего рода выходят из Африки. И вот один из самых ранних представителей рода человеческого, так называемый человек Идалту, он несет в себе явные признаки африканской негроидной расы. Он здесь показан. Видите? Справа современные негритянки. И вот представители Идалту здесь реконструированы по черепу, найденному в Восточной Африке. Что касается европейцев, то в отличие от африканцев коренных, у них есть еще один источник генетический. Это другое человечество, как сейчас считают. Это неандертальцы. Щелкните, пожалуйста, щелчок такой сделайте. У неандертальцев, так как у большинства современных европейцев, очень распространен был рыжий цвет волос. Но есть тут разного рода разночтения. Некоторые предполагают, что этот рыжий цвет задавался совсем другими генами. На этот счет существуют некоторые споры. Но в любом случае считается, что до 4% информации ДНК, которая в нас содержится, она неандертальская. То есть вот такая очень интересная история. Ну и идем дальше. Вот здесь показано то, как на территории Европы размещаются люди с разным цветом волос. Самая большая густота блондин, как видите, находится на территории Северной Европы, скандинавские страны. А у нас с вами гораздо больше брюнетов. Если посмотрите вокруг, у нас блондинов не так уж много среди нас с вами. То есть есть определенные законы, по которым люди распределяются по некоторым признакам. Ну и, наконец, идем дальше. Есть, наверное, большой интерес посмотреть, а что будет дальше? Как человек изменится в далеком будущем? Вот был такой замечательный отечественный антрополог Алексей Петрович Быстров, который в середине прошлого века предположил, исследуя закономерности изменения пропорций человека, что в будущем человек будет вот таким огромноголовым, черепная коробка будет превышать все остальное, грудная клетка почти будет отсутствовать, а на руках останется всего три пальца. Вот. То есть достаточно нажать контр-альт-делит, да, чтобы справиться с какими-то минимально необходимыми функциями, перезагрузить компьютер. Ну, когда Быстров это делал, конечно, компьютеров таких не было. Ну, вот такая идея. С этим можно соглашаться, можно не соглашаться, потому что нас это ожидает, наших потомков, где-то спустя многие сотни тысяч лет. Будет ли в это время человек вообще? Тоже большой вопрос. Ну, то есть можно предполагать, как будет дальше идти развитие человека. Вот. В конце мы с вами поговорим еще об одной вещи. Вернемся. Следующий слайд, пожалуйста. Вернемся к нашим все-таки глазам, ушам и носам. Вот, посмотрите. Вспомним слово аналогия. И вот в нижнем левом углу находятся фотографии кузнечика. На правом локте у него находится такая маленькая рамочка. Как вы думаете, что это такое у него отмечено? Ухо, конечно. Вот. У нас уши на голове, а у них уши на ногах. И как интересно показывает исследование, кузнечику, чтобы в травостое прислушаться к каким-то звукам, он расширяет лапки и пытается сканировать пространство, значит, чтобы узнать, в каком направлении идет звук. То есть, вот это у него такой вариант. Нос у многих насекомых – это ничто иное, как антенны. А глаза, они совсем другие, чем у нас. Они фасетчатые. Специалисты подсчитали, что если человек приобретет фасетчатые глаза, чтобы не потерять все возможности информации, у него размер глаз должен превышать длину головы еще на метр. Представляете, вот такая форма. То есть, оказывается, нам удобнее именно такие камерные глаза, а не такие, как у мух. Ну, это сейчас мы вопросы все обсудим. Ну, и у меня уже, к сожалению, время заканчивается. Ребята, понравилась вам лекция? Давайте поаплодируем Равильму Фазовичу. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова